Дональд Трамп Прямой диалог с КНДР уже поприветствовали в Китае, Южной Корее и Германии. Возможную встречу двух лидеров назвали беспрецедентным событием в истории международных отношений. Президент Трамп пообещал встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином Майи. Мы на пути к ядерному разоружению и миру на Корейском полуострове. Что касается Северной и Южной Кореи и возможной встречи с президентом Соединенных Штатов Америки, это доказательство того, что сплоченная международная позиция, включая санкции, может привести к проблескам надежды. 5 марта первый шаг сделал Пхеньян. Послание Трампу от лидера КНДР передали представители Южной Кореи в Вашингтоне. В Сеуле сообщили, Ким Чен Ын готов сократить арсеналы ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. Будь я сотрудником Белого дома, я бы очень переживал, как все пройдет. Потому что у нас президент не всегда играет по правилам. И то же самое можно сказать про лидера КНДР Ким Чен Ына. Словесная перепалка между Трампом и Ким Чен Ыном осенью прошлого года заставила мир ждать обострения северокорейского кризиса. Кроме того, 23 февраля Вашингтон ввел новые, еще более строгие санкции против Северной Кореи. В список попали 27 компаний из Северной Кореи, Китая, Панамы и совместные предприятия из Тайваня и Самаа. 28 кораблей и одно физическое лицо из Китая. Александр Кулибаба, UATV.